Как вы знаете, на территории Израиля проживают десятки тысяч выходцев из Республики Беларусь, тысячи из которых сохранили белорусское гражданство. С целью получения всей возможной информации о пострадавших, посольство находится в постоянном и плотном контакте с Министерством и странами Бел Израиля, израильской полицией, другими силовыми стратегиями, медицинскими учреждениями. Нам очень помогают наши земляки. В Израиле есть объединение выходцев из Беларуси со своими отделениями почти во всех регионах. Мы искренне благодарны всем, кто оказывает нам помощь в установлении судеб наших сограждан. К сожалению, среди наших земляков уже есть пострадавшие. В результате ракетного обстрела тяжело ранена гражданка Беларуси, которая находится сейчас в одной из израильских больниц. За ее жизнь борются врачи. Ее несовершеннолетний сын также получил ранение, но, слава богу, легкие. Посольство находится в постоянном контакте с их близкими. Сегодня также стало известно, что еще одна гражданка Беларуси, следовав в убежище, во время обстрела, получила травму на гриле. В израильской больнице оперативно была оказана необходимая бесплатная помощь. Мы ведем учет всех обращений, аккумулируем контактные данные наших граждан. Хотел бы просто сказать, что за последние дни по телефонной экспертной связи к нам обратилось более 160 человек. Поддерживаем связь с белорусскими гражданами в секторе газа. Там их немного, а в основном это женщины с детьми. Понятно, что многие обращаются с вопросами, как быстрее вылететь из Израиля. Дело в том, что сейчас многие авиакомпании отменяют или переносят свои рейсы, хотя международный аэропорт имени Бен-Гуриона, как нам сообщают израильские власти, продолжает функционировать. На данном этапе мы рекомендуем нашим гражданам, чьи рейсы отменяются или откладываются, уточнить дату переноса рейсов, если она не устраивает, посмотреть возможность использования израильских авиакомпаний, Элиали, Срейли, Аркен, Аркеа, которые сейчас продолжают совершать регулярные авиарейсы, в частности в Москве и Станбулу. В целях обмена информации, уточнения вопросов взаимодействия посольство находится в постоянном контакте с нашими коллегами из других загранпредставительств, включая посольство России.